Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Главные новости страны и чуваши в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на заседании оперативного штаба глава региона Олег Николаев принял решение отменить в республике QR-коды. Но ряд ограничений останется. Люди старше 60 лет должны оставаться на самоизоляции. В транспорте, на парковках, в лифтах, в магазинах, в местах массового пребывания людей должен соблюдаться масочный режим. Необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра в общественных местах. Сохранился запрет на массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводят органы власти и местного самоуправления. Также на заседании было отмечено усиление режима дезинфекции. Как санкции повлияют на бизнес? Что сейчас происходит в банках Чувашской республики? И какую поддержку окажет государство? На эти и другие вопросы предпринимателям региона ответил глава Чувашии Олег Николаев. К крупному бизнесу сегодня намного легче справиться со сложностями. Малый и средний требуют особого внимания. Сейчас в Чувашии готовятся около 20 мер поддержки. В марте они будут запущены. У отдельных секторов экономики появятся новые возможности. У каких-то секторов и сегментов будут появляться возможности. И здесь как раз мы с вами должны быть сейчас очень активны. И мы будем предлагать в том числе бизнесу, кто будет готов или будет иметь какие-то наработки, соответствующим образом их реализовывать. Вынужденное поднятие Банком России ключевой ставки позволит спокойно существовать финансово-кредитным учреждением. В последние дни отмечен обратный приток средств от населения. Это говорит о том, что люди уверены, их средства не сгорят и не обесценятся, говорят специалисты банков. Сейчас пошел обратный процесс. Люди вкладывают деньги в банки под повышенный процент. Мы вот последний день вчера видели наоборот большой прирост клиентов. Уже не на снятие, а на прием. Да, позитив. Сейчас одна из главных задач – создать условия для развития любого бизнеса. Если человек работает, создает рабочие места, значит помощь будет оказана. Екатерина Никитко, Павел Ирюдков, Республика. Предстоящие выборы в органы местного самоуправления и политическая ситуация в стране. Эти вопросы обсудили сегодня руководители региональных отделений политических партий на встрече с главой Чувашии. Их ответы далее. Выборы в органы местного самоуправления пройдут, как обычно, в сентябре. Однако в этом году их планируют сделать однодневными. Переход с трехдневного голосования вполне возможен. Эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. Возможно, дистанционно-электронное голосование. Данный вопрос мы с администрацией главы республики активно изучаем. Значит, данная форма демонстрирует также положительный отоплик у избирателей. И получает дальнейшее распространение субъекта Российской Федерации. В прошлом году всеми субъектов, значит, прошло дистанционно-электронное голосование. Не обошлось и без разговора о спецоперации на Украине. Олег Николаев отметил, что в ближайшие дни заработает единый информационный ресурс, на котором можно будет узнать, где работают пункты сбора гуманитарной помощи и какие счета благотворительных фондов. Меня в первую очередь заботит наше население, его благополучие. И меня очень беспокоит ситуация, которая может на нас сказаться в результате тех санкций, которые введены. Сейчас важно уделить внимание малому и среднему бизнесу. Главное – донести до людей, какие льготы им предназначены, отметили представители партий. Если смотреть на соседние регионы, в которые уже прибыли беженцы, то это в основном школьники, многодетные мамы, грудничковые дети, дети чуть более старшего возраста, пенсионеры и инвалиды. Для них сейчас важна в первую очередь психологическая поддержка, досуговая деятельность. То, что нас пытаются ввести в состояние шока и создать кризис, на самом деле мы только больше осознаем наши внутренние резервы. Главное, что отметили все участники встречи – продолжать работать над благосостоянием республики, как и раньше. Строить дороги, развивать медицину и уделять внимание образованию. Анна Центовская, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика. Снег на крыше, сосульки или разбитые ступеньки в подъезде. Теперь выразить свое недовольство или же наоборот сказать слова благодарности управляющей компании, можно не выходя из дома. В регионе запущено онлайн-голосование, в котором жители республики оценивают работу организаций. Репортеры национального телевидения «Чуваши» вышли на улицы города и узнали мнение людей, как они оценивают их работу. Довольны ли вы работой управляющей компанией вашего дома? Ну, как сказать, удовлетворительно, скажу так. Почему? Ну, хорошо работают люди. Снег убирают? Убирают. Посолик нет? Ну, все нормально. У нас, правда, все убрали. Пришли. У нас очень хороший дом и очень прекрасно все. Вроде убирают, но не часто, но убирают. Снег выкидывают там, трактор проходит. В целом я довольна, но зимний период отопления приходится побольше платить, подъезды очищают. А те, кому не посчастливилось встретить съемочную группу, могут ответить на вопросы, не выходя из дома, на сайте Народный контроль или через платформу «Открытый город». В текущем году, в 20-м году, будет рейтинг формироваться по трем основным блокам. Самый первый как раз – это отзывы самих жителей, потребителей. Второй блок – это деятельность управляющей организации по оценке органов государственного жилищного надзора. И третий – это оценка деятельности управляющей компании во взаимодействии с ресурсно-навязающими организациями. По результатам голосования определится уровень доверия граждан к управляющей компании, соотношение цена-качество, уровень компетенции и открытость сотрудников. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Юлия Дюкова, Игорь Зверев, Республика. Национальное телевидение «Чувашия» совместно с общественной организацией «Молодость навсегда» реализует проект «Эхо материнской любви». Второй год мы знакомим вас с яркими представительницами династии, рассказываем о том, что важно в их семьях и на чем строятся отношения. Самым главным человеком в семье, конечно, является мама. Мама всегда поддержит, поможет, вдохновит. И поэтому очень хотелось в этом проекте «Эхо материнской любви» подчеркнуть роль мамы, роль матери, как она огромна для всех поколений. Это и бабушка, и мама, и дочь. 28 ноября 2022 года будет итоговый концерт, когда будет поздравление и торжественное награждение наших династий чувашских. И мы приглашаем всех, кто знает таких людей, кто считает, что они являются этой династией, в этот проект, поучаствовать и показать, и заложить такую традицию в Чувашской республике этого почитания, уважения и внимания. Людмила Петрова, участница проекта «Эхо материнской любви», построила успешную карьеру, воспитала двух дочерей. Сейчас всю свою любовь и жизненный опыт передает внукам. Людмила Юрьевна в свои 75 лет поет, увлекается фотографией и много путешествует. Как ей удается все совмещать и о чем она мечтает, расскажет моя коллега Ольга Алексеева. Все, что тебя окружает, приносит пользу и значимость, делится Людмила Петрова. Самое главное – быть порядочным человеком для себя, детей и окружающих. На этих принципах строилась вся ее жизнь. Дети, которые воспитываются в семье, они воспитываются не словами, а исключительно поступками. На маминых поступках воспитывались дочери Людмилы Юрьевны – Инна и Алла. Они выросли любознательными, готовыми побеждать и добиваться успехов. Они мне окончили высшее учебное заведение и состоялись, что называется, не только как руководители теперешние, но и как женщины, и как личности. Самое главное. Всю трудовую жизнь Людмила Юрьевна управляла людьми. Работала в военно-техническом училище, проводила экскурсии и увлекалась фотографией. Руководительскую жилку она передала своим детям, которые всегда были рядом и с интересом наблюдали за тем, как работает мама. У нас было очень хорошее детство, такое интересное, насыщенное и в то же время полезное. И я занималась и спортом, и музыкальной школе, и в хоре мы пели. Хорошее детство – залог успешного будущего. Инна Николаевна, так же, как и ее сестра Алла, получила медицинское образование. Успешно руководит собственной клиникой, которая является одной из самых передовых в регионе. Вот эти принципы, они повлияли на развитие нас как личностей. Потому что я считаю, что чем больше человек знает, тем больше он имеет возможности осознавать, что с ним происходит, и быть автором своей жизни. Профессия врача соединила Инну Николаевну с супругом, Юрием Зориным, стоматологом. Вместе они работают над тем, чтобы жители Чувашии и страны могли получать квалифицированную помощь на высшем уровне. Вместе они воспитывают троих детей, которые пошли по их стопам. Я воспитывала своих детей с огромной любовью. В то время, какие были возможности, мы пытались их создавать. Создает условия Инна Николаевна и для своих сотрудников клиники. Повышает их профессиональный уровень, прививает любовь к искусству. Четыре года врачи-стоматологи обучаются нотной грамоте. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Такое отношение сотрудники ценят и делают все, чтобы не подвести. Она просто богиня, потому что, глядя на нее, хочется быть такой же светлой, такой же духовной, такой же доброй. Плюс ко всему, этот человек очень многогранный. Любовь к своему делу, к своим близким дает гармонию жизни и дальнейшее ее развитие. У Зориных в прошлом году появился новый член семьи – Ольга. Жена сына Инны – Константина. Пример людей, с которыми она живет, ее вдохновляет. Ольга даже стала задумываться о медицинском образовании. Мне кажется, это самая показательная семья, самая дружная. Инна Николаевна – это действительно человек с большой буквы, отличный руководитель, не только хорошая мама, но она мне уже как мамой стала. Но не только любовь, важны воспитания, считают и Людмила Юрьевна, и Инна Николаевна. Я считаю, что я была очень строгой мамой. Ну, может быть, даже иногда излишне строгой. Потому что дети мои знали очень хорошо дисциплину, что надо в семье вот это, вот это, вот это сделать, что нельзя опаздывать туда-туда-туда-то. Надо быть порядочным, если ты обещал, надо делать. И в то же время она привела нам определенные принципы и критерии во многих сферах жизни. То есть, прежде всего, это в эстетике определенной культуре одеваться, к культуре говорить и также обязательно читать книги. А еще петь. Людмила Юрьевна после выхода на пенсию получила музыкальное образование. Теперь ее выступление можно увидеть и в домах культуры, и на юбилеях, куда ее приглашают. Я считаю, что вы меня любили, но вы ушли. Скажите, почему? А еще у Зориных есть хорошая традиция – собираться с родственниками раз в год. Такие встречи наполняют энергией. И еще раз напоминают, что семья на первом месте. Ольга Алексеева, Павел Иридков, Республика. Российская полиция дамами гордится. Как не гордится, когда среди сотрудниц органов внутренних дел настоящие самородки. Капитан полиции Екатерина Тукмакова – одна из них. Сотрудница отдела полиции номер два у МВД России по городу Чебоксары увлекается тяжелой атлетикой. С супругом воспитывает двоих детей, поет песни. О том, как найти баланс между профессией, семьей и спортивными увлечениями, она поделилась с нашей коллегой из пресс-службы МВД Республики Мариной Сергеевой. Глядя на сотрудницу отдела полиции номер два у МВД России по городу Чебоксары Екатерину Тукмакову, кажется, что ее сутках больше 24 часов. Помимо службы, которая, конечно же, занимает основную часть времени, в ее жизненном графике обязательные занятия спортом, не самым распространенным среди женщин. Бодифитнес – это вид спорта для сильных, дисциплинированных, сумевших преодолеть себя людей, создающих красивое тело. У нас работа, я скажу, не такая же легкая, но негатив, да, присутствует. Занятие спортом именно в тренажерном зале очень помогает снимать стресс, понимает то, что кроме работы есть и другая жизнь. Екатерина занимается профессиональным спортом более четырех лет. За ее плечами участие в серьезных конкурсах, подготовка которым стоит огромных усилий и воли. Следующий будет осенью, а значит сейчас горячая подготовительная пора. Нужно еще увеличивать в спине, чтобы сделать более явно, как и другая. То есть плечи будут более округлые в осени, и, соответственно, ширина спины будет больше. Задача такая, потому что категория спортивная у нее. Бодифитнес в перспективе кандидатности в республике, мастер-спорта может выполнять. Ряды защитников правопорядка республики девушка пополнила сразу после окончания школы, поступив в Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России. Сейчас за ее плечами 17 лет службы. Свой служебный путь она начинала инспектором по делам несовершеннолетних. Даже побеждала в республиканском конкурсе профессионального мастерства. С 2010 года работает по направлению исполнения административного законодательства в отделе полицию номер 2 УМВД России по городу Чебоксара. Служебные обязанности требуют от капитана полиции четкого знания нормативно-правовых актов. Представлять интересы в судах по делам об административных правонарушениях, работать совместно со службой судебных приставов по взысканию штрафов, сопровождать правонарушителей в суды и специальные учреждения порой требуют не только недюжих физических сил, но и моральных. Екатерине точно удается сохранить баланс, быть бескомпромиссной и в то же время оставаться милосердной к людям. У замечательной жены и мамы двоих детей есть еще одна отдушина. В редкие свободные минуты она исполняет песни. В юности выступала на чувашской эстраде. В составе вокального ансамбля МВД Республики «Талисман» в 2008 году становилась лауреатом Всероссийского конкурса МВД России «Милосердие белых ночей в Санкт-Петербурге». В этом же году «Талисман» выступал в Кремлевском дворце на 10 ноября. Открывал концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. «Ноль-два» – это значит помочь и спасти. «Ноль-два» – это значит отступит беда. «Ноль-два» – «Ноль-два» – «Ноль-два» Сегодня победители регионального этапа молодежного фестиваля «Театральное Приволжье» и начинающие театралы прошлись по театру оперы и балета. Посмотрели за кулисьей то, чем живут артисты. Поговорить с профессионалами, узнать тонкости работы для начинающих актеров имеет важное значение. Напомню, фестиваль стартовал в 2019 году благодаря инициативе представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Уже третий год в этом мероприятии участвуют студенты и школьники Чувашии. А количество юных талантов растет с каждым годом. Анна Центовская продолжит. Сегодня за кулисы удалось попасть ребятам, для которых театр – не просто хобби, а целая жизнь. Каждому интересно увидеть, а главное – потрогать реквизит, костюмы и декорации. Зритель привык думать, что на сцене происходит главное, однако за ее пределами не менее масштабная работа. Это техническое помещение далеко не единственное в театре оперы и балета, однако в нем уже есть все для того, чтобы поставить отличный спектакль. Камин, портреты, стулья, столы и трон, который сегодня вечером окажется на сцене. Масштаб декораций поражает. Вопросы от любителей сцены – один за другим. Как шьются костюмы, сколько делают бутафорную лестницу, какие упражнения нужно делать перед выходом на сцену. И на все вопросы есть ответы у главного художника театра Валентина Федорова. Мягкие балетные туфли, но здесь, обратите внимание, это довольно жесткая вещь. Эти пуанты через 10 минут оказались на ногах артистки. Сегодня на сцене репетиция балета «Золушка». А точные движения, передача эмоций у артистов есть чему учиться. Посмотреть, как работают театралы с большим опытом, бесценно, делятся студенты и школьники. Мне кажется, любому человеку было бы интересно смотреть на это, что происходит внутри театра, что происходит за кулисами, как выглядят декорации, в каких масштабах все это происходит. Я излег из этого некий опыт, который в будущем я буду использовать обязательно, чтобы как-то либо помогать режиссерской группе составлять номера, либо применять их на сцене. Наш маленький школьный спектакль – это уже огромный труд, потому что мы сами все-таки делаем декорации, и костюмы стараемся сами шить, и репетиции каждодневные посещаем. В общем, это все в наших своих силах, а тут видно, как это происходит на профессиональном уровне. Экскурсия ребятам запомнится надолго, а пока они держат кулачки и ждут итогов театрального привожья, которые подведут 27 марта. Анна Центовская, Никита Павлов, Республика. Праздничные дни жители Чувашии могут провести не только интересно, но и с пользой. Республика присоединилась к всероссийской акции «Культурные выходные». Организацию Чувашии подготовили спектакли, выставки, дни открытых дверей, мастер-классы и многое другое. Художественные музеи в Чубаксарах и Центр современного искусства гости в возрасте от 15 до 35 лет могут посетить абсолютно бесплатно. Чувашский государственный театр «Кукол» при покупке билета предоставляет возможность участия в мастер-классе. Подробнее познакомиться с мероприятиями выходных дней можно на сайте Министерства культуры Чувашии. Хоккейный клуб Чубаксары проведет решающие матчи в Чубаксары-арене 5 и 6 марта. Богатыри сыграют в рамках регулярного первенства в ВХЛ. По результату встречи станет ясно, попадет ли клуб в плей-офф Кубка Федерации или впервые останется за бортом. На данный момент хоккейный клуб Чубаксары опережает красноярских рысей на отрячка. Однако у красноярцев остаются в запасе еще две игры с лидером первенства «Динамо Алтай». Оба матча пройдут в Ледовом дворце Чубаксары-арена в субботу и воскресенье. Начало в 13.00. Сегодня завершилась работа 14-й межрегиональной выставки «Картофель-2022», где были представлены лучшие сорта картошки и препараты для их выращивания. Подробнее об этом прямо сейчас, а я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Если хоть раз кто-то сажал и растил овощи, что такое нематода, знают точно. Нематода – крайне живучий и опасный враг практически любого огорода или поля. Нематоду мы глазом не можем увидеть, а можем только посмотреть на картофель наш, который выглядит вот именно вот так вот. То есть нематода – очень злейший враг. Компания «Микопро» из Наукограда Кольцова Новосибирской области сотрудничает с ведущими лабораториями страны. Например, с Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ведет собственные исследования и вот уже 8 лет спасает аграриев от потери урожая. Посетители выставки знают об опасности вредителя не понаслышке. Нематода наносит большой вред. Картофелю, свекле, моркови, садовые земляники – большой урон наносит. Потери могут достигать до практически 100% урожая. Урожай не хранится, гниет. Поэтому надо бороться. Ни одно десятилетие потрачено на исследования. Хищный гриб – основа нематофагина «Микопро», поэтому препарат биологический и безвреден для человека и почвы. Борьба с нематодой – самая острая проблема на полях. Потеря урожая в хозяйствах доходит до 90%, плюс карантин на поле. Нематофагин «Микопро» – это биологический нематицид, который борется не только с личинками, но и с цистами нематоды. Этот уникальный бионематицид убирает нематоду с полей с эффективностью 86%. Препарат улучшает экономику хозяйства, быстро и технологично вносится, не вызывает привыкания вредителя, а еще укрепляет защитную систему растения и стимулирует рост. «Микопро» успешно работает с ведущими картофилеводческими хозяйствами и агрохолдингами, ведет постоянный поиск решений, помогая создавать условия для здорового роста растений. Помимо борьбы с нематодами, компания производит и другие биопрепараты, которые отвечают ключевым запросам аграриев – биофунгицид и биоинсектициды. Сейчас в арсенале «Микопро» четыре препарата, которые входят в комплексную систему биологической защиты почвы и растений. Ознакомиться с продуктами и заказать препараты можно на сайте компании «Микопро». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok